Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель. Продолжают новости спорта в студии Павел Михно. Резерв футбольного клуба Гомель проиграл Реческому спутнику со счетом 1-4. Единственным голом отличился гомельчанин Никита Галуза. К слову, за спутник теперь будет выступать зелено-белый Егор Трояков. Защитник отдан в аренду Реческому клубу. Соглашение рассчитано до конца сезона. За основную команду Гомеля футболист провел в общей сложности 42 матча и отличился двумя забитыми мячами. К другим новостям футбольного клуба до начала чемпионата основная команда проведет еще два спарринга. Зелено-белый встретится с гомельским локомотивом и светлогорским химиком. Игра с железнодорожниками состоится 22 марта на тренировочном поле Гомеля в Новобелице. Начало в 16.00. А 23 марта зелено-белые сыграют со светлогорским химиком. Матч пройдет на стадионе «Сдюшор-8». Начало в 13.00. Гомельчане привезли пять медалей чемпионата мира по легкой атлетике в закрытом помещении среди глухих спортсменов. Всего за победу боролись более 200 спортсменов, а свои дружины выставили 33 страны мира. По итогам трех соревновательных дней среди мужчин Александр Майстренко завоевал серебро в дисциплинах тройной прыжок и прыжки в длину. Роман Гральков в этих дисциплинах стал третьим. Среди женщин Владлена Зубрякова завоевала бронзу в тройном прыжке. В Мозыре определили лучших на чемпионате Гомельского областного управления МЧС по гиревому спорту. В соревнованиях участвовали 25 подразделений МЧС нашего региона. За звание самого сильного боролись в пяти весовых категориях – от 65 до 90 килограммов и выше. По результатам турнира в общекомандном зачете первой стала команда Мозырского районного подразделения МЧС, второе место досталось Жлобинскому подразделению, а третье – Житковичскому. В личном зачете отметился гомельчанин Владислав Генералов. Он завоевал медаль высшей пробы в весовой категории до 80 килограммов. Завтра в Гомеле стартует международный турнир по дзюдо – Кубок Прайда. В нем примет участие около тысячи спортсменов. Свои команды представят 12 стран – Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Казахстан и другие. За победу спортсмены будут бороться в трех возрастных группах. На 24 марта для участников соревнований запланирован мастер-класс, во время которого начинающие дзюдоисты получат бесценный опыт от спортсменов международного уровня. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова